Лишь получает определённый шаблон. Что вот это было... Была вот это вот, блядь. Ну, короче, смотри, Вяч, убирай вот эти вот как-нибудь, да, чтобы... В предложении одного вот хватит. Они не могут быть вместе вдвоём в одном городе. Это слишком два крутых пацана, чтобы одновременно быть в одном городе. Это излишки речи. Вот это вот, что вот это вот была БЛ, и есть другой человек. Если другой человек будет что-то похожее говорить, то... Так, блядь, как-то длинное предложение. Что-то, что, опять два раза, что повторяется, тоже как-нибудь порежь как-нибудь, когда будет время. То тоже будет БЛ. То есть есть, ну, то есть перенагруженные предложения, повторяются одни и те же структуры. В одном предложении одна структура может повторяться один раз. Вот. То есть, например, если ты что-то сформулировал через что-то или что, да, надо будет как-то это переставить. И, например, несколько раз которыми лучше не употреблять слово в одном и том же предложении, как минимум, да. То есть, если... Смотрите, вот ты говоришь, есть человек, который ебал лошадь, которая быстро бегала. Тебе лучше сформулировать предложение. Человек ебал лошадь, которая быстро бегала. Или есть человек, который ебал быстро бегавшую лошадь, бегающую лошадь, например, да. То есть, ты берешь и как бы комбинируешь немножко разные способы составления предложений, и тогда у тебя получается пиздатенько. Как-то так. Дважды повторять одну и ту же структуру моветон, соответственно. Хуевая стилистика, перенасыщенность, читать неудобно и так далее. Да, редактура нужна, но это нормальное дело, что людям обычно нужна редактура, и я просто иногда стараюсь объяснить, что лучше лишний раз не прописывать, чтобы людям было приятнее это смотреть. То есть, обучение идет не с базы. Если что, не из-за ебов своих, да, и не из-за того, что я это как-то порицаю. И человек, который ебал лошадь, что быстро бегало, лучше быстро бегающая лошадь. Здесь, что быстро бегало, которое быстро бегало, лучше звучит. Потому что, вот, потому что лучше звучит, Маркус, да. Человек, который ебал быстро бегающую лошадь. Вот так, лучшая формулировка из всех вот здесь. Или человек ебал лошадь, которая быстро бегала. Можно и так сформулировать. если хотите длинные предложения надо смешивать разные структуры чтобы они не повторялись можно короткими ебашить но тогда будет примитивней смотреться причастие надо тяжело читаются до р.н. но это не будет ошибкой но это не будет стилистической ошибкой вот вот что важно даже если причастие тяжело прочитается если вы пишете какую-то около научную статью до вас мало кто доебется до этого на самом деле а вот если у вас там человек который шел за шляпой которая летела на хуй который висел у меня в штанах которые висели у меня на брюках у меня на брюках еще и юбка блять там например вот это звучит уже хуже тогда русский язык с александром 18 плюс русского языка и стилистики ом